Всем привет, народ, у микрофона мистер Чейзер, вы смотрите Моджис Плей канал, и мы, наконец-таки, имеем полное право прикоснуться к еще одной игре, наподобие The Abelions, под названием Age of Darkness. И The Abelions я сегодня, наверное, буду упоминать в этом видео очень много, потому что эта игра, АОД, она очень, прям-таки, пипец, как похожа на творение студии Numantian Games. Кстати, про The Abelions у нас на канале есть куча видосов, можете заценить, можете посмотреть. Ну а сегодня мы с вами заценим ранее доступную Age of Darkness, и посмотрим, что же она такое интересное сделала, и чем она может нас порадовать и удивить. Что ж, давайте начнем. Я вижу, у нас здесь есть разный уровень сложности, Easy, Normal, Veteran, и тут еще Horrific и Nightmare, да. Так, причем прикол в том, вот, первое отличие от The Abelions, это то, что на Easy и Normal вы можете сохраняться, сколько вам влезет. То, чего в The Abelions вообще не было, да, и то, за что я лично сильно критиковал стимпанковую стратегию, это то, что там нельзя было сохраняться. Даже ограниченное количество раз, а разработчики этой игры, видимо, меня смотрят, видимо, услышали мои мольбы и сказали, хочешь играть на ветеране? Ну, пожалуйста, вот тебе всего лишь 5 сейвов, хочешь играть нормально на средней сложности? Вот тебе, пожалуйста, сохранение. Сколько хочешь, столько и сохраняйся. Круто! Так, у нас тут есть несколько героев, которыми мы можем управлять, это Эдвин, Аэлис и какие-то еще герои, которых потом нам откроют в будущих апдейтах игры, ну и когда она выйдет в 2022 году. Ладно, погнали! И так много наболтали, надо уже, наконец-таки, разогнать тьму. Всем выйти из Субрака! Ночной дозор! Так, добро пожаловать в игру Age of Darkness Final Stand. Перед тем, как вы начнете, это нелегкая игра, вы будете проигрывать, очень много проигрывать. Ваша задача, это продержаться как можно дольше против порождения тьмы. Так, нам тут дают несколько персонажей, несколько героев, да? Давайте им поуправим. Так, постройки. Популяция, защита, свет. Ресурс. Так, ну давай начнем с ресурсов, да? Фудхант. Будем делать какие-то домики, которые будут нам давать еду. Вот тут 9 штучек. Поехали! Так, Gather Location. Опа! Понеслось! Чертовы создания, сатаны! Блин, они выглядят как гули какие-то, или что это такое? Ну реально как гули выглядят. Прикольно, такие ползают, такие... В тенях там ползают. Ну классно, что у нас здесь герой. И он, кстати, качается вроде, да? Да, Experience Points. То есть у нас здесь герой, он качается, и в принципе... Надо будет, наверное, заниматься его прокачкой. Надо будет бегать по миру, видимо, этим делом заниматься. Так, постройка идет, хорошо. Что еще мы можем делать? Так, свет. Нам нужен камушек. Ресурсы. Lumberyard. Ну, Lumber, это у нас лесопилочки. 18. 18. Пойдет. Yeah, yeah. Так. А, нам надо еще туда деревенских определять. Хорошо. То есть мы должны еще людей туда определять. Кто, сколько и где должен работать. Окей. Хорошо. Игра пока что выглядит очень круто. У меня, конечно, не максимальный пресет настроек. Такой, высокий. И игра в 2К запущена у меня. Вообще классно выглядит. Просто диву даешься, насколько клево нарисовано. И монстры такие чисто гули из этого... Из... Витчера. Из Ведьмака. Прикольно. Озвучка классная. Не, на самом деле игра реально прикольная. Пока что. Так. Домик у нас... Это на Enter всегда можем ее выбрать, да? Да. Всегда можем на Enter ее выбрать. Хорошо. Так. Тут мы определяем людей. Но они, вижу, сами определяются. Так. А на нас будут в неночное время нападать или нет? Смотри. Тут вроде камушек, да? Или мне кажется? Здесь вроде как камушек есть. Куэри. Нам надо больше людей. Так. Это древо у нас лучше. И потом за ним займемся. Так. Давай пока домики делать. Раз. И все. Дерево закончилось. Ребят. Что там? Как там на лесопилочке? Будем сегодня работать или как? Иначе мы даже первую ночь не продержимся. Очень будет неприятно, если мы не продержимся даже первую ночь. Так. Сохранение. О, да. Соси за Эбилиенс. Вот ради этой кнопочки я бросил тебя играть. Вот именно из-за этой кнопки. Да. Так. Гейнин Виллэджерс. Да. Вам нужно строить дома, чтобы получать больше деревенских. Это понятно. А где наш лес? 18 написано нам добывают. И где он? А. Ну вот 18. То есть. А. Ну короче как в Эбилиенс. То есть у нас в течение времени, да? Копятся ресурсы. Все. Я понял. Все. Я понял. Больше вопросов никаких не имею. Так. Раз. И давай еще два. Так. Три. Домика нам думаю будет достаточно. Погнали. Так. У нас когда ночь наступает, то что происходит? Ночью. Они типа враги будут более агрессивные? Будут нападать на нас или как? Ну это еще зависит от тайны, которую нам предстоит приоткрыть. Пока что много чего непонятного. Игру я играю первый раз. Так что не расценивайте это видео ни в коем случае как обзор, ребят. Не путайте, пожалуйста. Видео с первыми впечатлениями. И обзоры. Это два разных жанра видосов на ютубе. Так. Тут короче куча монстров. Не. Ну смотрите. Наши даже обычные бойцы вроде. Boldness. Emboldened. То есть они какие-то очки получают. Очки. Ага. Так. Ночь приходит. Ну пока что наши бойцы в принципе хорошо себя терпят. Главное, чтобы герой качался. Вот это будет самое полезное, когда герой накачается. Когда накачается герой, тогда будет круто. Ну я так думаю. Слушайте, смотрите. Даже у нас тут ночь наступает. И прям реально темнота опускается. Так. Давайте мы пока что в деревне нашей посидим. А то мало ли что там произойдет сейчас. Так. Ламберярд. Кварий. 30 надо. Блин. Нам одного дерева не хватает. Мужики, когда будет дерево? Это прогресс на дерево или нет? Наверное, да. Так. Что у нас по дефенсам? Так. Есть стены, врата, башенки. И то же самое, но только улучшенные, да? Хорошо. Так. Ночь. Ночью типа они не работают или работают? Не. Ну люди, видите, побежали в крепость. Смотри. Крепость такая, знаете, выглядит как славянская что ли. С чистоколом таким. С вышками. А можно ли туда лучников засадить? Не. Ну такие вот тут вышки как будто можно. Так. А ты тут что делаешь? Солдат. Солдат. Я не понял. Ты что, пошел умирать? Ты слишком смелый. А ну отставить смелость. Нам нужны живые солдаты, а не мертвые. Так. Вэри. Это где-то здесь, да, делается? Блин, а я не вижу. Нам надо типа светом распространять или как? Так. Еще разочек. Да. Нам надо было просто видеть, что там происходит. Так. Восемь камушка. Ну восемь так восемь. Мне в принципе достаточно. Тут еще вот камень, кстати, есть. Надо будет тоже построить. Пока не могу. Надо 30 дерева. Эй, вы лентяи. Вы будете ли это сегодня рубить или как? О, другое дело. Одиннадцать. Так, слушай. Нам надо, получается, разведкой заниматься, да? Герой, стой тут пока. Лучница пусть побежит туда. Вы стойте здесь. Блин, лучница как-то на эльфийку даже немножко похожа. Ну ладно. Так, 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 так. Двенадцать. Во, я же знаю, что здесь можно больше, наверное, добыть. Все, хорошо. Я не знаю, есть ли смысл каких-то юнитов оставлять на каких-то флангах или нет. Тут сложный вопрос, на самом деле. Не совсем понятно. Единственное, что приятно в этой игре, как я понял, так это то, что здесь не будет таких приколюх, как было в The Abilience. Типа, если какой-то зомби один прорвался и начинает колупать твой домик, то все, кто там живет, станут зараженными. И все, и пипец тебе. Такого здесь вроде как нет. Так, четыреста пятьдесят. Тридцать пять и двадцать. Интересно, интересно. Дорого все это стоит. Так, тут исследования всякие есть прикольные. В принципе, все очень и очень интересно. Но надо пока что, наверное, я так понимаю, ночь пожить, да? Сейчас мы... Нам бы, как говорится, день продержаться до ночи простоять, и тогда все будет круто. И, в принципе, тогда можно жить. Так, Daybreak Approaches. Хорошо. То есть у нас теперь наступает время дня. И это значит, что? Интересно. Ну, я пока не совсем понимаю, как тут, что работает. Но вот я вижу тут три штуки. Да, то есть до следующей волны. Next Death Knight. То есть до следующей волны у нас три ночи получается, да? И, соответственно, нам надо продержаться до вот этого времени. Так, скилл три. Eyesight, Fury, Tactical. А, тут за ресурсы можно качаться. Круто. Плюс двадцать пять, Hell's Ergen Increase. О, давай. Слушай, наши юниты будут качаться. From the Ashes. Так, это точки интереса какие-то. Мы можем их лутать, они на карте находятся, и там что-то может быть полезное. Понятно. Понял, принял. Так. Нам бы надо казармы, наверное, делать. Раз такие дела у нас пошли. Тридцать пять, двадцать. А где наш камень? Он вообще добывается или нет? Плюс восемь. Плюс двенадцать. Ну вот плюс двадцать как раз должно прийти. По идее должно, да? А там хрен его знать придет или нет. Кстати, вот локации здесь я вижу такие коридорные. Это даже классно. То есть тут оборонку будет очень удобно строить. Типа взял тут, закрылся вот так вот и все, а тебе насрать. Очень удобно. Ну, типа, в плане того, что оборонку строить. Типа, вот у тебя четыре пути есть, грубо говоря, да? Такой, твоя крепость как на перекрестке находится. Типа, вот берешь, хочешь налево, хочешь направо, хочешь вверх-вниз идешь, куда хочешь. Прикольно. Надо тут последовать местность. И вот здесь вот, наверное, надо будет закрываться в этом ущелье. Так, надо еще разобраться, как нам свет правильно делать. Fire Scores и Fire Tower. То есть там надо свет. Обеспечивать себя светом. Где тебя? Там и свет. Добейте вы его. Так, тут еще я вижу какая-то дырка. А ну-ка, давай зайдем. Люблю шариться по дыркам. Так. Ну, это обычные тени. Они типа, ну или Nightmare, или как они называются, да? Типа, ужасы. Кошмары. Они типа довольно простые. Так, герой прокачался до второго левела. Так, пассивная способность. Ну, типа, ближайший юнитов бафает. Слушай, ты прям как этот. Прям как Артас. А это у нас откроется на следующих уровнях, да? Так, скилл 3. Новые скиллсы. Ну, это понятно, что новые скиллсы есть. Так, тут тоже, видите, закрыто все. Я бы на самом деле вот тут как-то закрылся. Ну, или вот тут дырку это бы залатал, и тут где-то бы сделал. Ладно, сейчас посмотрим. Тут, конечно, ужасов этих прям, мое почтение. Ну, в принципе, наша стандартная партия герой юнитов вполне себе справляется с ними. Так, давай тренинг холл. Нам нужны казармы, чтобы было больше юнитов. Так, казармы, вы будете нанимать здесь юнитов ближайшего дальнего боя. О, это кто такие? Ля, какие-то прям рыцари, нифига себе. Жесткие. Ну, у нас Эдвин самый жесткий мужик. Ох, ё, а больно-то как. Парни, отходите. Пусть герой танкует, у него до хера хп. А вас ещё дома жёны ждут. Так, всё, поехали сюда. Тут я вижу кучу дырок интересных есть. Ммм, как пошариться, интересно тут можно. Так, позачищаем место. Ну, вообще, надо в округе место чистить, да. А потом надо свет делать. 25 камня надо. Блин, где я вам высуру 25 камня? Так, а что у нас тут ещё есть? Баллиста, Гранд Белло Тавер и прочие интересные штуки-дрюки. Да, понятно. Так, всё, отходим. Тут, наверное, хватит чистить. Надо в другое место тоже пойти. У нас скоро ночь наступит. Кстати, надо, наверное, куда-то ещё прошурнуться. Типа сюда. Давай сюда пока пробежимся. Так, казармы построились. Отлично. Так, а кого можем нанимать? Солдафонов и лучников. Ммм, давай раз-два солдата. И давай, наверное, раз-два и хватит лучниц, да. Домиков, наверное, надо ещё поделать. У нас тут мало популяции людей. И, ну, как бы денег мало. Получается, от домиков у нас зависит количество инкома или нет. Вот интересно. По идее, должно быть да. Должно быть да. Ну, это по идее. То есть, от домиков инком должен зависеть. По крайней мере, в The Abilance так было. То есть, там от домиков именно зависел инком. Так, тут закрыто. Ну, да, чисто видите, локация такая коридорная. Что не может не радовать. Намного проще, наверное, здесь будет как-то держать линии. Так, ну, скоро к нам придёт волна. Надо будет уже, наверное, оборонку строить. Правда, не совсем понятно, откуда она придёт к нам. У нас же четыре направления. И сразу четыре направления нам закрывать стенками. Знаете, как-то ресурсозатратно. Каждая стена, он по пять этих кусков дерева стоит. Это дорого. Ну, мне нравится, что здесь реально такие закрытые локации. Вот, туда пройти уже нельзя. Прикольно. Чисто лока такая закрытая. Мы, по сути, здесь сейчас чистим всё это место, чтобы потом заняться экспансией. Это наше было самое главное... Где? Элитные какой-то чудовище мы обнаружили. Не знаю, где оно. И, по сути, в The Abilance... А, вот тут, наверное, да. Тут как... О! Какие-то элитные бойцы. Так, ну, пока тут ночь. Давайте мы, наверное, отойдём. Откатим на себя вот этих пачку юнитов. Всё, поехали. Вот этих разберём. Хорошо, то есть сюда он будет прийти. Надо будет почистить это место. Тут какой-то камень жуткий. Тут какой-то босс в эти классные ходят. Ладно, потом этим займёмся. Пока давай сюда. Тут камушек есть. Кстати, тут ещё камушек есть. Надо бы тоже экспансией заняться. А ну-ка. Так, ресурсы. А, ну, да, камушек. А домиков ты не хочешь построить, Чейзер? Может быть, у тебя людей немножко не хватает, а? Может и не хватает. Кто знает. Так. Будет круто, если тут будет дырка, но... Ну, смысле, дырка закрытая. Такой тупичок. Но это вряд ли. Так. Через два дня начнётся жесть. А, смотри, не дальнего боя, а клёво. Но это дело такое. А ещё сюда как-то бы зайти, интересно? А, наверное, вот... А тут закрыто вроде, нет? Ну, давай прошвырнёмся сюда. Тут закрыто или нет? Если тут такая большая открытая площадь, то это очень херово будет. Удержаться будет просто невозможно. Так, full storage. А, нам надо построить склад. Ну, это понятно. Склад это хорошая тема, но потом. Так, нам надо сначала тут построить добывалку камня. Камня-копалку, так сказать. Восемь. Чё так мало? А ну, прошвырнись сюда. Так, и, наверное, надо бы со светом что-то сделать. Additional research надо. А, то есть мы не можем это делать? Не умеем? А, да, тут проход есть. Офигеть. То есть, получается, и здесь проход? Охереть. Но если они будут отсюда нападать, это будет жопа. Для меня. Потому что здесь очень много открытого пространства. Не-не-не-не-не, слишком много врагов, слишком много. Надо героев брать. Надо брать героя и остальных ребят, и туда ломиться. Так, ну что мы тогда делаем? Арбалисты есть, сентинелы. Круто. Так, тогда нам надо сейчас больше камня. Восемь. Пойдет. Давайте туда почистим то место. И через день придет к нам жопа. Коричневая, так сказать, команда. Под названием же ОПА. Так, ну давайте-ка подумаем. Ну, защиту, в принципе, тут мы делаем стопроцентово. Сейчас мы только одну лучницу возьмем. Она будет там место обеспечивать светящейся, да? Не, игра прикольная. Вот сейчас я играю в эту игрушку, да? Age of Darkness. И она, в принципе, норм. Такая The Abilence, но только про фэнтези. Прямо реально неплохо. Мне нравится. Есть чем позанимать. Понимаете, игра хоть и в раннем доступе, а уже есть чем заняться в ней. Круто. Так, давай-ка мы займемся тут оборонкой, наверное. А как у нас строятся врата? А, понятно. Точно так же, как в The Abilence. Блин, ну точно так же, как в The Abilence. Ну, ё-моё. Да, я, наверное, сегодня реально буду много раз это вспоминать. Ох, ё-моё, вообще так больно. Харефает. Люди наши в ужасе или что? Ну, хп они вроде не теряют. Ух, капец, а что это за мужики какие-то крутые? Они, наверное, типа ужасе, да. Типа им страшно. Ух, охереть, это что за говно? Слышь, герой, а может быть ты разрулишь его, а? Тут просто золотишко много. Ещё точка интереса. Офигеть, что и так много в одном месте? Чистите, чистите, парни. Побежали. Надо развалить тут всех. Да, смотрите, они типа под ужасом каким-то, или что это такое? Так, а ну, может быть, отойдём немножко, да? Типа, чтобы они сами к нам приходили. Так, ну тут мы стенки заделаем, тут будет всё хорошо. А чё, подожди. А, то есть по одной мы строим? Ну, ё-моё. Ну, не то, чтобы я был сильно против, но это странно немного выглядит. Так, хорошо. Что насчёт стенок здесь? Ну, здесь надо тоже закрыться вот так вот. Так, лучница, давай сюда. Да, ты у нас будешь обеспечить нас, так сказать, всем необходимым. Так, ну мы юнитов немного просрали. Это, в принципе, логично. Сейчас вот начнётся у нас ночь, надо будет подзаказывать юнитов. Так, нам нас захватывает точки интереса, я вижу, да? Да. Тут ещё одна, кстати, есть. Но на вторую, наверное, мы не пойдём, слишком мало юнитов. А я хочу этих юнитов сохранить на то, чтобы они у нас ночь отбивали ещё. Так, мы захватили. О! А, стоп, у нас камня максимум. Давайте мы, наверное, камень просрём на какие-то улучшения, и потом его подберём. Эмбалдерин. Дэмэдж. Фьюри. А это где? А, это дальние юниты. На 25% урон? Да, давай, слушай, охереть. Это очень много на 25%. Вам может быть кажется, что это мало? Типа, так, всего лишь 25%. Это много. Это охереть как много. 25% урона. Плюс. Так, давайте в крепость. Так, лучница тут тусуется. Поехали сюда. Так, векю. Блин, в принципе, горячие клавиши довольно удобное. Ну, реально удобное. Так, и в принципе, горячими клавишами есть место пользоваться. Так, всё, стой тут. А, так, 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 да, у нас тут, ребята, в ужасе каком-то. Ну, хорошо. Так, вот это вот место у нас проблема. Вот здесь прям вообще никаких проблем нет, по большому-то счёту. Там всё отлично. Так, лучница, давайте сюда. Сейчас, я думаю, мы орду отобьём, и, в принципе, будем, наверное, видео заканчивать. Я не думаю, что есть смысл делать его слишком длинным. Типа, ну, в принципе, это просто обычный режим выживания. Как в The Abilience. Ничего, прям, знаете, такого экстраординарного здесь нет. Так, ресурсы. А, еда, еда, еда. Вот с едой беда, да. Там, пять. Где? Да всё нормально там. Так, ночь. Давай, наверное, тут оборонку делать. Ох, ё, чё там такое? Видели какие-то молнии красные? Так, починка. Давай делать тут стенки. Да, конечно, здесь далековато. Но с другой стороны, какая разница? Далековато или недалековато? Оборону надо построить. Она здесь должна быть по-любому. Так, деревце закончилось. Всё, и тут оборонка у нас есть. Давайте по одной лучнице где-нибудь там поставим. Вот, по одной лучнице. Потому что, видите, они всё равно могут нападать ночью. Не сильно, но могут. Всё, стой здесь тогда. Прикрывай это место. Так, хорошо. Ну, блин, стенки, конечно, да. Чисто говно и палки туда покидали. В одну кучу сказали, у нас стены. Готово. Так, проблема у нас на этом фланге. Так, в следующей ночи, получается, жопа будет, да? Хорошо. Думаю, разберёмся с этой проблемкой. Так, на какой кнопку чиниться? На Г. Взберётся была на Х. Так, а инкома у нас всё равно 200. Больше нет инкома, да? Жалко. Так, нам надо тогда ещё немножко леса добыть. 10, 11. Блин, тут надо разведку делать постоянно. Вот эту, какими-то лучниками. Да просто пипец какой-то. Ну, 14, нормально. Так, и еды маловато. 9, 8, 9. Ну, давай 9, мне подходит. Всё, стой тут тогда, получается. Так, 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 так. Что у нас тут? Маловато ресурсов. Вот и ресурсы подъехали, кстати. Ну, блин, всё равно мало у нас ресурсов. Два, наверное, раз, лучница. И надо будет ещё хотя бы одну заказать. Мало у нас. Мало ресов у нас, мало юнитов. У нас двое лучницы, по сути, и два воина. Эмбалдернет. Это, типа, они, получается, ветеранство получают, да, типа? Эмбалдернет, вот это вот. То есть, они, получается, становятся ветеранами, и им насрать на всякие ужасы и прочее-прочее. Ну, как я понял это правильно. Так, они нападают снизу. Отлично. Кристалл стал нестабилен. Кристалл? А, лол, тут реально кристалл какой-то есть. Через 4 минуты будут нападать. Так. А вот вопрос, отсюда они будут нападать или отсюда? Ну, всё ещё, мы стоим тут, короче говоря. Все наши пачка, и будем стоять здесь. Так, ты, лучница, стусуйся здесь. Мы сюда ещё заказываем лучник. Ещё хотя бы одного. А вот я не знаю, сколько будет нападать врагов. Дофига или не дофига? Вот неизвестно. Так. Баллиста. Нам надо исследованиями заниматься. Вот воркшоп у нас, работяг не хватает. Да с работягами вижу, тут реально будет проблема какая-то постоянно. Так, теперь хватает, работяг. Должно хватать. Смотри, здесь всё равно немножко нападают, да? То есть, периодически они будут нападать. Вот негодяи. То есть, они такие, хо, я тут лазю, типа, ля, какое, какое хорошее поселение. Пожалуй, зайду. Ага. Хрен тебе, у нас тут таможенники. Таможня, так сказать, работает. В виде лучниц. Хрен тебе, а не зайдёшь ты. А может быть, ворота оставим закрытые? Вот, другое дело. У нас тут таможня работает 24 на 7. Хер тебе, лысый. Сходи, пописай. Так, фудхант. Фудхат, точнее. Типа, шатёр. Десять еды, подходит. А, и, наверное, давай тут деревца тоже влепим сразу. Ламбер-ярд. Чем больше у нас будет добываться постоянно по КД ресурсов, тем лучше, я считаю. 18, вообще класс. Вот бы так всегда. Вопрос только, откуда, слева или справа? Слева, справа, слева, справа, слева, справа. ХЗ, откуда будет нападать? Ну, в принципе, у нас и там, и там есть одна линия обороны. В принципе, знаете, что бы я сделал? Я бы, наверное, ещё одну заделал. Линию. Типа, раз, раз. Раз. Раз, раз, раз. Раз. Ну, я не знаю. Мне кажется, так будет лучше. Две линии обороны всё-таки лучше, чем одна, согласитесь, да? Всегда было лучше. Сюда давай влепим ещё. Ещё один ворота. А можно ещё один ворота? Э? Нельзя? О! Да не там! Так, тут в игре ещё я вижу паузы есть, что тоже приятно. Так, ещё разочек. Ворота. То есть, вы хотите, чтобы я это снес? Ну, хорошо, снесу, какие проблемы? О, ворота в два ряда, отлично. Ворота в два ряда, это классно. Это престижно, это модно, это молодёжно. Все так делают сейчас? Вы просто ещё не знаете про это. Так, и то давай тоже тогда такое сделаем. Так, минута, ребят, до полной жести. Ну, чё, посмотрим. Насколько эта жесть будет обоснованная, потому что, ну, в The Billions, когда на нас нападали орды, там была жесть. Да, там прям реально нападали такой толпой. Не отмажешься было, так сказать. Так, ну, мне, думаю, хватит. Так, хорошо, лучники, лучники. Надо ещё больше лучников. Нет денег. Да как это нет денег? Ну, давай солдаты тогда, раз. Солота два, и потом ещё лучников. Ну, солоты нам тоже, в принципе, нужны. Пригодятся. Так, тут лучницу давай всё-таки одну оставим на патруле, наверное, да? О, всё, попёрли. Через 40 секунд сейчас пойдут. Так, давайте мы лучницу тут одну оставим на патруле, пусть бегает. Во. Ну, а вдруг с этой стороны тоже у нас будут ломиться уроды какие-то, а? Всё, пусть она тут патрулирует. Оборону мы вроде как кое-какую выстроили. Так, давайте, наверное, наших дальних юнитов прокачаем или нет? Эмбалдорин. Типа ветеранство как быстрее качается. Так, сиж скилл 3 нет, а юниты... Атак спид. О, хорошая тема. Надо 100 камня. Там у нас нет столько. Опа. Ээ, ээ. Охренеть. Ну, понеслась, моча по трубам. А, тут мы можем ещё какие-то резы собирать. That's mine. А это что за говно? Чё мы тут прийти не можем? А, мы типа разгоняем тьму с собой, наверное? Тёмная ночь. Ну, мы типа с собой разгоняем, да, тьму? Получается. Ни хрена себе. Так, свои enemies have 5% chance to explode with horror. Класс, то есть 5% шанс у них есть взорваться ещё. Круто. Так, всё, я вижу, они ломятся с этой стороны, где мы, собственно, героев поставили и всех остальных. Понеслась. Лучница, лучница. Где? А, то тут нормально всё. Тут они не нападают. 150 их нападает. Мама родная, а у нас столько юнитов нет, чтобы их разваливать. А мы точно выстоим. Ну, не зря я получился две линии оборонки поставил. Ну, понеслась, ребят. Если я проиграю, скажите моей жене и детям, что вы нет жены и детей. Я надеюсь, мы выстоим. Понеслась. Ну, ребят, я не знаю, есть ли у нас шанс. Я был абсолютно к этому не готов. Не, я, конечно, понимал, что я играю в стилистическую игру, но... Чтоб настолько жёстко было. А давайте мы, знаете, ещё сделаем. Поступим хитро, так сказать. Вот так. А? Как вам? Хитрец-чейзер. Хитро придумано? Я думаю, да. Тут уже пауза есть, почему бы и не воспользоваться. Так, мужики, поехали. Нарезай. У тебя левела будет когда-то герой. Мне какие-то удары твои бы пригодились очень сильно. Мы реально пригодились. Не, ну, в принципе, мне кажется, мы даже сдержимся. Смотри, там наши войны в ужасе. Так, главное, чтобы герой не сдох. Я не знаю, можно ли его воскрешать или нет, но... Давайте не будем проверять это. Давайте мы не будем это проверять. Так, наши работяги убирают. Нет, они убирают. Какой ужас. Наши люди гибнут, милорд. За стены. Ну, мы половину убили. Ой-ой-ой, предлагаю, предлагаю ретироваться. Это очень жёстко. Пусть грызут. Дерево им нравится, дерево полезное. Так, отходим. На второй фланг. Всё, понеслась. Герой, главное, чтобы не сдох. Я просто реально не знаю, можно ли его воскрешать или нет. Наверное, нет. Не будем искушать судьбу и проверять. Так, 48 ужасов осталось. Мужики, давай, справься. А, и дамы, да, извините, пожалуйста. Совсем про вас забыл. Ready for action. 20 чего? 20 чертов осталось ещё. Давай, мочи их. Мужики, отходим, отходим, отходим. Вы куда? Блин, сожрали его. Да, то есть, если мы как бы заходим в эту пипяку, то мы вздыхаем. По идее. Ну, блин, круто. Пока что мне игра реально нравится. Клёво сделано. Да, знаю я. Но мы выстояли. Самое главное, что мы выстояли. Всё, кыш отсюда. Вонючий понос. Ух, жесть. Так, тёмная, тёмная ночь закончилась. Выберите благословение, чтобы воодушевить ваших людей. Так, юниты получат 50% больше дамага. А, то есть... То есть, они наносят 50% больше урона, когда у них меньше 25% хп. Ну, крутая штука, кстати. Когда, типа, умирают наши юниты, они перед смертью больше импакта вносят. Так, противники. Убитые во время ночного времени имеют шанс дропнуть ресурсы. О, это круто. А, мотивейтед леймен. Так, на 15% всё строится быстрее. Тоже круто. Блин, тут всё крутое. Я даже не знаю, что бы взять. Наверное... Не, ну, ресы у нас, в принципе, норм купятся. Давай, наверное, ласт стенд. Типа, наши юниты, которые будут умирать, будут лучше импакта вносить. Блин, хобби, тут ещё мобов стало дофига. У нас тут проблемы. Тут лучницу зарезали. А, не, она живая ещё. Блин, смотрите, а он как бы заражается, всё это... Какие-то хоррор, да, типа, или как это? Да, они потихоньку ломают это дело. Клёво. Пока что игра мне очень нравится, ребята. Пишите в комментариях, как вам она. Будете ли её ждать у нас на канале, когда она выйдет. Ну, как выйдет, мы обязательно в неё поиграем. Пока в раннем доступе игра находится. Может быть, мы её постримим на Твиче. Ссылочка, кстати, на Твиче есть в описании, так что заходите. Но я пока не уверен насчёт стримов. Игра как бы клёвая, но, в принципе... Не, ну разочек, думаю, можно будет постримить в неё, поиграть. Смотрите, опять. А, ну мы тут вроде как и не были ещё, да. О, героя третьего левела. Отлично, можно это эндфлейм делать. То есть, скиллсом каким-то биться. Икс, да? А, типа, огненный клинок. Круто. Сейчас он такой... Хорош. Надо бы экспансией позаниматься по-хорошему. То есть... Исследовательскую штуку построить. А у нас работяк не хватает. В смысле у нас не хватает работяк? Ага, интересно. Они тут ещё прорвали. Прикольно, вы придумали. Так, давай отойдём, наверное. Слишком много мы потеряли. Надо возвращать наши земли. Вот так вот. Так будет лучше. Так. А вот исследования, да? Десять работяг. Я не знаю, откуда нам работяг брать. Но мы, видимо, всех работяг берём и ими пользуемся в плане, вот, казарм. Да, типа, больше юнитов делаем. Больше войск. Как-то так. Ну что, ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях. Стоит ли продолжать это дело у нас на Твиче? Потому что стримить я буду только на Твиче. Я стримлю, в принципе, только на Твиче. То есть, стоит ли у нас постримить эту игру на Твиче? Стоит ли потом на канал позаписывать это дело, когда выйдет кампания? Потому что у игры будет кампания на релизе с кучей контента. Там же ещё будет мультиплеер, кстати, то, чего в The Abilience не было. Обязательно пишите. А если вы тут первые, то обязательно подписывайтесь на наш пока что маленький канал. Лайкайте, комментируйте, нажимайте на колокольчик. Ну и не забывайте переходить по ссылке в описании. Собственно, там Твич у нас. Там у нас группа во ВКонтакте. Там у нас Дискорд-сервак. Ну и вообще, вся движуха вне жизни канала у нас находится по ссылочкам в описании. Так что заходите, буду всем и каждому рад. На этом всё. У микрофона был Истребитель нечисти и темноты, Мистер Чейзер. Всем удачи. И всем пока. Ещё свидимся на нашем канале. А я тут немножечко умертвей поубиваю. Чёртовы отроди сатаны.